Приветствую, друзья! Переизбранный президент Белоруссии Лукашенко, а ныне преступник Лукашенко, который отказывается покидать свое рабочее место, провел долгую один-на-один встречу с Путиным. Это немножко странно звучит, но в целом соответствует реальности. Был президентом, выборы очевидно проиграл, но результат сфальсифицировал и с поста уходить не хочет. Впрочем, и Путина после истории с голосованием по поправкам в основной закон невозможно назвать легитимным президентом. Гарант Конституции, который сам эту Конституцию нарушает и переписывает под себя, да еще и фальсифицирует процесс изменения. Ну, какая уж здесь легитимность. В общем, встретились в Сочи два коллеги-автократа из соседних стран. Один более удачливый, поскольку в его стране есть много сырьевых ресурсов. Другой менее удачливый, но хитрый и изворотливый, научившийся извлекать прибыль из комплексов более удачливого соседа. Так вот, Лукашенко приехал в Сочи. Просить поддержку у Путина. Уж больше месяца прошло с момента, как Лукашенко проиграл президентские выборы Тихановской. И уже больше месяца каждые выходные на улицы Минска выходят сотни тысяч человек. Лукашенко не может подавить протесты, он не справляется с ними, ему нужна помощь. И Путин пусть и не очень радостно, но оказывает ее. Лукашенко была обещана силовая поддержка, предоставленные ресурсы российской пропаганды, а теперь и выделены деньги. Тут важно понимать нюансы. Это не поддержка в трудный час со стороны России дружественной Белоруссии. Это один автократ помогает другому остаться у власти. Эти полтора миллиарда долларов не пойдут белорусскому народу. Эти деньги пойдут на покупку лояльности белорусских силовиков, чтобы они и дальше избивали граждан на улицах. Эти деньги пойдут на закупку новой карательной техники. Техники, которая неприменима против врага на войне. Она применима только против собственного народа на улицах собственных городов. Ну и, конечно, часть этих денег пойдет на закупку каких-нибудь золотых батонов, как у Януковича, чтобы, если что, было бы на что сбежать в Ростов и жить в достатке. Так что белорусам от этих денег лучше не станет. Ну и Путин-то раздает не свои деньги, а государственные, которые вполне есть на что потратить в своей стране. Попробуйте в поисковик забить слова «Скорая помощь застряла в грязи». Много интересного узнаете, много картинок и видео. Врачи хотели спасти нас, но в результате мы спасаем врачей. Нам точно не на что в своей стране потратить полтора миллиарда долларов. Это сто миллиардов рублей, между прочим. Дороги, врачи, больницы, пенсионеры, дети. Нет? Единственная проблема в 2020 году – это как поддержать сумасшедшего диктатора из соседней страны? Ладно бы, Лукашенко стоил нам, гражданам России, всего полтора миллиарда долларов. Наши ребята из открытых медиа не поленились и посчитали, во сколько России обошелся в целом режим Лукашенко. Общая оценка – 120 миллиардов долларов. 120 миллиардов долларов – это 9 триллионов рублей. Нам не на что потратить 9 триллионов рублей? Я могу предложить много вариантов. Потраченных на режим Лукашенко денег хватило бы, чтобы в течение года платить всем пенсионерам вдвое большие пенсии. Или на эти деньги можно три раза выполнить государственную программу по строительству школ. А можно построить две с половиной тысячи современных онкологических центров по всей стране? Да много что можно сделать для своей страны за 9 триллионов. Например, создать обещанное еще в 2012 году 25 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест. Или помочь тем, чей бизнес и доходы пострадали из-за введенных на время эпидемии ограничений. Да, конечно, эти деньги 120 миллиардов долларов тратились не за один день и даже не за один год. Эта сумма складывается из-за нижних цен на нефтегаз, списание задолженности переплаты за Белтрансгаз и даже от нелегальной поставки сигарет. Но в любом случае это деньги российских граждан, которые пошли даже не на помощь народу Белоруссии, а на поддержание режима личной власти Лукашенко. Ну и немного на поддержание финансового положения лично Лукашенко. Эти 120 миллиардов дали Лукашенко возможность 25 лет держаться за власть, не проводя назревших реформ и наполняя свои карманы. Что и является причиной того, что сейчас Белоруссии крайне сложно обойтись без внешней помощи. Вот если бы российские власти не подпитывали режим Лукашенко деньгами, то он давно бы уже ушел от этой самой власти. А без вечного автократа в Белоруссии появился бы шанс на нормальное развитие, и страна сама заработала бы гораздо больше, чем российская помощь. Но даже с огромной российской поддержкой Лукашенко пришел к тому, что любые выборы становятся кризисом для его системы власти. Даже самые зачищенные выборы, даже когда все реальные конкуренты посажены, а голоса даже не считают, а просто рисуют. И это закономерный итог для любого автократа. Мы это видим в Белоруссии, мы видим это в России. В эти выходные по всей России прошли региональные и муниципальные выборы. Подготовка к голосованию была вполне в лукашенковском стиле. Правила переписаны для облегчения манипуляций. Оппозиционных политиков не допускают до регистрации или снимают в последний момент. Массовые обыски в штабах независимых кандидатов. Голосование 13 сентября очевидно можно рассматривать как подготовку к выборам в Государственную Думу, которые по закону должны состояться через год. Что можно сказать по итогам прошедшего единого дня голосования? Власть практически справилась с задачей по уничтожению выборов, которые она перед собой ставила. Это, конечно, не выборы. Мы предполагали, что новые правила многодневного голосования направлены на облегчение фальсификации. Но предполагать это одно, а увидеть совсем другое. Безумные проценты якобы досрочно проголосовавших избирателей, очевидные подтасовки бюллетеней по ночам, фальсификации протоколов для соответствия вбросам, манипуляции с явкой, помехи в работе наблюдателей СМИ. И вот все это было ожидаемо. Как я уже говорил, для этого и было сделано многодневное голосование. А если вы добавите тетушек на участках, если вы добавите порчу имущества кандидатов и даже их аресты, то картина прошедших выборов станет совсем шутручающей. В общем, даже выборами это уже назвать сложно. Означает ли это, что надо сложить лапки и смириться? Конечно, нет. В рамках нашего проекта «Объединенные демократы» мы даже в условиях тотального противодействия добились регистрации более чем 500 кандидатов на прошедших муниципальных выборах. Наших кандидатов незаконно снимали перед самыми выборами. На них оказывали полицейское, психологическое и даже физическое давление. Нам приходилось драться буквально за каждый миллиметр возможностей. Наши ребята ловили избиркомы на вбросах, на приписках, на воровстве голосов. Вот лица преступников, которые подделывают и фальсифицируют голоса. Брали вместе с полицией участки штурмом, гонялись за председателями комиссии. Это что такое? Так, девушка, которая заправдана. Девушка? Девушка. Покажите, пожалуйста, что у вас за документы здесь спрятаны, запасы. Мы сейчас сотрудник полиции, подойдите, пожалуйста, сюда. Наши команды боролись за каждый голос. И им удавались победы. Пусть не везде, пусть иногда относительные, но победы. 60 наших кандидатов стали депутатами в муниципальных советах Владимирской, Ивановской, Новгородской областей и Республики Татарстан. 60 молодых политиков получают возможность показать себя обществу, предъявить свои возможности избирателям и реализовать свои программы на практике. Каждый восьмой из кандидатов от Объединенных Демократов стал депутатом. Вот в таких тяжелых условиях это хороший результат. Но чтобы этот результат стал лучше, чтобы добиться такого результата через год на федеральных выборах, усилий только кандидатов и их команд будет недостаточно. Власть уступает на самом деле важные для нее позиции только под давлением. А значит, проголосовать за своего кандидата будет недостаточно. Через год нам предстоит не только проголосовать, но и предъявить власти нашу готовность отстаивать свой выбор на улице. А если, как в Татарстане, где народ про президента республики все понимает, на улицу выходить не готов, то получаются привычные среднеазиатские цифры. Вообще, эти выборы, к сожалению, показали пределы и наших возможностей, и возможностей того же умного голосования. Это заметно работает в политизированной Москве, а вот в регионах в основном только там, где было поддержано яркой кампанией собственных кандидатов. В Новосибирске и Томске в городские советы прошли кандидаты в первую очередь от штабов Навального и лишь потом от умного голосования. Прошли потому, что власть решила, что для нее менее болезненно дать людям избраться, чем столкнуться с достаточно массовым недовольством. Это не говорит о ненужности умного голосования в преддверии думских выборов, но его ограничения представлять стоит и нам, и его авторам. Бессмысленно призывать голосовать за тех, чью победу мы потом не готовы отстаивать на улицах. Не готовы, потому что противно. Также муниципальными депутатами стали семь кандидатов, поддержанных городскими проектами Максима Кацьева. Я поздравляю коллег из штабов Навального и городских проектов. В целом создавалась такая своеобразная репетиция важных федеральных выборов следующего года. Мы предъявили обществу свои возможности, посмотрели на масштабы и способы манипуляции со стороны власти, примерно поняли, каким образом и какими ресурсами можно воздействовать, чтобы получать результат. И, к сожалению, поняли, на какие ставки готов режим в борьбе за сохранение власти. Что я имею ввиду? На этой неделе появилась информация, что Алексей Навальный поправляется в берлинской клинике. Он уже отключен от ИВЛ, стал вставать, общается с семьей. Это хорошая новость. Я желаю Алексею скорейшего и полного выздоровления, но практически одновременно появилась информация, что три независимых, в том числе и друг от друга лаборатории, подтвердили отравление ядом группы новичок. Также появилась информация, что разрешение на госпитализацию Алексея в Германию давали непосредственно в Кремле. В этом нет особой сенсации. Все и так это понимали, но одно дело понимать, другое знать точно. И это плохая новость. Путин решил для себя, что убийство политических оппонентов на этом этапе уже оправданная, а значит возможная практика. Алексея отравили новичком. Ни у кого кроме государства новичка нет. Никто не понес наказание за пропажу, за продажу новичка или даже за несанкционированное использование. Следовательно, на отравление было дано добро. Навальный входит в личную номенклатуру Путина, а значит разрешение давал Путин. И что бы ему ни говорили, гарантировать на 100% что отравленный новичком человек выживет невозможно. Выходит, разрешение давалось и на убийство. Новичок определяется и однозначно указывает на источник отравления. Соответственно, Путин уже не особо и скрывался. Это новая для нашей страны реальность, которая вплотную приближается к Лукашенко с его расстрельной командой. И чем ближе думские, а тем более президентские выборы, тем больше будут ставки, тем больше будет шансов впрямую пойти по белорусскому сценарию с автократом, маньяком и пыточными тюрьмами в отделениях милиции. Не надо бояться. Свобода того стоит. Спросите у белорусов. Всего хорошего. Продолжение следует...